Добро пожаловать на канал Королевские чтения! В этом выпуске вы узнаете об устройстве для слабовидящих людей E-Sight, о камере для фото и видеосъемки сетчатки DI и об уникальном глазном протезе с фонариком. Не забудьте подписаться на канал и посмотреть предыдущие ролики. Ссылки на них оставим в описании под видео. А сейчас начинаем! E-Sight это самое продвинутое универсальное устройство для слабовидящих людей. Оно функционирует за счет стимуляции синаптической активности оставшейся в фоторецепторах сетчатки глаза. Маленькая высокоскоростная камера высокого разрешения фиксирует все, на что смотрит человек. Передовые клинические алгоритмы оптимизируют и улучшают снятый материал. Затем он отображается на двух мониторах в очках в режиме реального времени. Используя передовые технологии, данное устройство максимизирует визуальную информацию, поступающую в мозг, чтобы естественным образом компенсировать пробелы в поле зрения пользователя. Камера для фото и видеосъемки сетчатки DI. Это устройство, которое работает совместно со смартфоном. Оно позволяет офтальмологам записывать и сохранять рутинное обследование сетчатки, захватывая прямые изображения или видео заднего полюса. Данное устройство позволяет задокументировать признаки глаукомы, диабетической ретинопатии, возрастной дегенерации макулы, отека дискозрительного нерва и других заболеваний сетчатки. DI использует камеру и источник света от смартфона, освещая внутреннюю часть глаза для исследования. Свет направляется через DI-линзу, благодаря этому устраняются блики на роговице. Полученные цифровые изображения сетчатки зашифровываются для сохранения конфиденциальности пациента. В дальнейшем их можно безопасно отправить по электронной почте или сохранить в базе данных. Американец Брайан Стэнли не стал отчаиваться после потери глаза из-за злокачественной опухоли и решил применить свои знания в области 3D-моделирования и электроники для создания глазного протеза. В результате он сделал искусственный глаз с фонариком. По его словам, света глазного фонарика достаточна для ориентации в темной комнате и автономности глаза хватает на 20 часов. Причем протез совсем не нагревается и активируется с помощью беспроводной связи. Сейчас создатель протеза работает над его усовершенствованием. Подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте за комментарии. Нам важно ваше мнение. Субтитры создавал DimaTorzok